Бевзов Иван Васильевич 19 августа 1903 года в городе Темрюк Краснодарского края в семье Рыбака. Вместе с матерью потрачил на табачных плантациях и одновременно учился в начальном двуклассном училище. В 1919 году добровольно вступил в ряды Красной Армии, участник гражданской войны. После демобилизации Иван Берц в 1927 году направлен на комсомольскую работу в городе Жемеринка. В 1929-1937 годах на партийной работе в городе Виннице и Могилеве-Подольска. Избирается членом горкома партии и депутатом городского совета. С 1937 года и до начала Великой Отечественной войны работал директором Винницкого драматического театра, а затем директором городской библиотеки. В первой половине июля 1941 года Иван Васильевич решением Винницкого обкома был утвержден руководителем подпольной партийной организации в городе Винница. 19 июля 1941 года немецко-фашистские войска захватили Винницу. Базой для подпольной деятельности Ивана Васильевича стала городская библиотека имени Надежды Константиновны Крупской. С некоторыми из своих соратников Белз откровенно говорил еще до оккупации, а уже через месяц после оккупации города весь персонал библиотеки активно выполнял его задания, постепенно привлекая к подпольной работе новых людей. Подпольщики достали радиоприемник, печатную машинку, на которой печатали сообщения софт-информбюро, листовки и распространяли их среди населения. К концу 1941 года были созданы подпольные группы на швейной фабрике, мясокомбинате, водоканале, железнодорожной станции. Подпольная партийная организация во главе с Иваном Васильевичем руководила не только подпольными группами в городе Винницы, но и поддерживала связь с целым рядом населенных пунктов Немировского, Турбовского, Погребищенского, Казатинского, Гейсинского и Дашевского районов Винницкой области. Для руководства этими подпольными группами был создан подпольный центр во главе с Иваном Васильевичем Берзом. Объединивший в начале 1942 года 17 групп, насчитывавших более 300 подпольщиков. В 1942 году винницкие подпольщики по указанию партийного центра сожгли склад мясокомбината, где хранилось 100 тонн продовольства для немецкой армии. Они же организовали массовый побег военнопленных из лагерей и переправу их в партизанские отряды, вывели из строя ряд предприятий, которые оккупанты хотели использовать для своих нужд. В июле 1942 года Иван Васильевич Берз вместе с группой товарищей был арестован фашистами и 13 января 1943 года расстрелян. Но смертью боевых друзей не погибло их правое дело борьбы с оккупантами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги, мужество, героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, руководителю Винницкой городской подпольной организации Берзу Ивану Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина, медалью. В городе Винницы установлен бюст героя на доме, в котором находился штаб подпольной коммунистической организации, которой руководил Иван Васильевич Берз, мемориальная доска. Его именем названы улицы в Виннице и в Темрюке Краснодарского края. Имя Берза выдвинуто на памятном знаке партизанам и подпольщикам в Винничине в городе Винница. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok